Всем привет! Это новый эпизод Модельных Дневников. Меня зовут Катя. Сегодня со мной новый гость у нас. Это Дарина. Всем привет! И сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Это детский моделинг. Дарина работает с самого-самого детства моделью, и у нее есть невероятно огромный опыт, с которым она сегодня поделится. Да. Как ты вообще начала свой такой модельный путь? С чего он начался? Вообще мой модельный путь начался с того, что я пришла в модельную школу Калибре не с тем, чтобы стать моделью, а просто, чтобы танцевать. Потом начались какие-то первые уроки фотопозинга, дефиле, и я поняла, что мне уже это очень нравится. Потом начали какие-то съемки быть, сама фотосессия у нас есть. А во сколько ты начала? Ну, думаю, в лет восемь, может, девять. Вот так вот. И начали здесь фотосессии быть, потом начали как-то звать, и у меня начался появляться интерес, азарт уже. Вот, и вот так вот так же пошло-пошло. Ты помнишь свою самую первую съемку? По-моему, да, это было в Антошке. Вот в субимаркете Антошка, да, у нас это был и показ одежды, и мы там фотографировались. Еще в ботаническом саду, ну, вот это одни из первых были. Я помню, когда я начала, у меня была первая съемка в 4 года. И у меня была съемка, реклама ресторана, и я должна была сидеть в красивейном белом платье и кушать мороженое. Это была моя самая первая работа, мне она что-то так запомнилась. Как потом вообще, в принципе, начала развиваться, когда ты уже вот начала заниматься стабильно? Ну, начала пополнять себе портфолио, потом агентство отправляло разным рекламодателям. Все выбирали, и как-то начали меня выбирать, потому что, ну, наверное, у меня было наибольшее количество фотографий. Ну, мы сегодня такие baby face собрались, такие милашки. Какая у тебя вот съемка больше всего сейчас нравится, если какая у тебя есть? Больше всего, конечно же, я стала лицом Love and Loss в косметике. Вот это моя, наверное, самая любимая фотосессия и вообще работа. Мне тоже очень нравится, она все такое стильное, красивое. Да, вот от этого я прям смотрю и кайфую. Чем отличается, ну, ты немножко все-таки знаешь, как это про взрослые моделинги, там, слушала, что я рассказывала, в принципе, как он отличается от детского. Я, конечно, думаю, что не сильно отличается, потому что уже и дети втянулись, только, наверное, больше поездок модельных, потому что все-таки это дети, они меньше выносят съемки. Хотя, если там уже наработанная рука и реально долго уже занимается ребенок, то тогда он уже профессионал. Я просто знаю, что вот у нас, когда мы заключали контракт Calibri Models с португальским агентством Kate Models, то я заметила, что они отличаются тем, что детей вызывают чисто локально на работу с родителями. То есть на несколько дней, на неделю вы приезжаете с родителями, или если это там длинный какой-то долгий контракт, то вы приезжаете с одним из родителей. А во взрослом моделинге, это уже от 14 лет, у нас как раз Дарина в таком переходном возрасте от детского к взрослому, во взрослом вы уже летите сами, уже 2-3 месяца. То есть детские, они просто приезжают там чисто на съемку. Поработали и домой. Поработали, заработали и уехали, да. Вот в Польшу с Calibri мы ездили, у нас там была съемка в очень красивых локациях. Еще в Болгарии мы тоже фотографировались, у нас там был конкурс. Вспомни, а за Болгарию, расскажи про вот этот вот лагерь, который есть в Calibri, вот как модельный такой лагерь. Конечно, от того, что мы модель, отличается этот лагерь, так как, допустим, если все дети утром успят, у нас все утра пробежка вокруг всей территории. Но это на самом деле реально незабываемо, потому что вот у тебя море, и ты просто бежишь, это вообще обалденно. Еще у нас были тренировки каждый день, то есть все дети на бассейнах, в море, а мы только после тренировки. Вечером, может быть, какой-то шоу у нас было, типа показ, и вот один день у нас был конкурс. Мы там выходили в костюмы красивых, мы вообще офигенно провели там время, я туда вообще хочу возвращаться, я не знаю. Такой возраст, 14 такой, есть и конфликты, просто у многих сейчас начинаются там какие-то комплексы, какие-то зажимы, и мы начинаем с ними бороться заново. Вот как у тебя это все проходит? Просто раскрепощает, конечно, модельник, потому что, когда ты стоишь перед камерой, ты должен себя чувствовать очень уверенно, и так и в повседневной жизни. В школе в основном подколы того, что ты где-то участвуешь, типа там снимаешь истории, или, мол, у тебя фотосессия, ты вообще сидишь, ты работаешь, ну, как вот эти стереотипы. Вот ты такая еще маленькая, а уже работаешь вообще непонятно где, непонятно с кем, ну, вот это такое мелкое, конечно, ну, я на это не обращаю внимание, потому что у меня свои цели. Кто от твоего возраста, и у кого вот есть какие-то, например, комплексы, может быть, у тебя есть что-нибудь подсказать им? Ой, что же им подсказать? Ну, просто не стесняйтесь, и поймите, что вас никто никогда не укусит, и попробовать себя стоит. Как бы не попробуйте, пожалеете, так что не стесняйтесь, раскрепощайтесь, работайте над собой, и тогда все будет супер. Еще в детском возрасте очень много есть всяких разных конкурсов красоты. Дарина, расскажи, какие у тебя были конкурсы красоты, и вообще, как вот проходит именно, есть ли там конкуренция между деток? Конкуренция есть, запомните это, но я ее не боюсь, потому что, когда я знаю, что я хорошо выгляжу, я уверена в себе, я не боюсь этого, я выхожу с уверенностью в себе. Конкурсы — это для меня огроменный опыт, я участвовала в них три раза, и каждый из них, конечно, запомнился чем-то. У меня были и неудачные случаи, которые я, когда вспоминаю... Ага, рассказывай. У нас был выход, это последний конкурс, в котором я участвовала, или был Model of Ukraine, у нас был выход на скейте, ну, точнее, у меня и у одной еще девочки, на скейте и на гироборде. Ну, я была на скейте, как вы понимаете, на сцене это не всегда хорошая... Лучшая идея. Да, не лучшая идея, и пол не всегда ровный, ну, понимаете, как бы это не идеально. Я так переживала, что я, ну, как бы, ну, скейт, ну, это скейт, это сцена, вот. И я выезжаю на этом скейте. Сфалилась? Ну, я не совсем спалилась, я просто потыкнулась на этом скейте. Он уезжает назад. Я за ним назад, туда-сюда пошла. Короче, как-то я с ним справилась, ну, просто я смотрю видео, я спрашиваю друзей, они там просто... А на видео, ну, слышно, как они смеются, и все, меня в фон бросает, и все. Ну, я как-то это пережила и пошла дальше. Я уже в концу этого шоу уже все забыла, что забыла. Сколько у тебя был первый конкурс, самый-самый первый? Так, ну, в лет 10, я думаю. Это был конкурс детская планета, мисс детская планета. У меня был первый конкурс в 8 лет. Ох. Да, типа мисс города была, вот мини-мисс города. И, не знаю, я была очень тогда в себе уверена. Я помню, что я даже стояла за кулисами, и там было в подарке игрушки стояли. И я себе выбрала самого огромного слона, и сказал, говорю, когда я, если я выиграю, вы мне вот это вот, пожалуйста, подавите слона. Вот так вот надо и делать. И знаете что? Он на меня стоит до сих пор дома. Когда я была ребенком, я выходила на сцену, и я понимала, что это моя сцена. Это моя вечеринка. И у меня, ну, вообще не было никаких зажимов. Я была там, у нас был один выход в таких вечерних платьях красивых, детских. Плюс мне сделали макияж. Ой, я вам прикреплю эти фотографии, это просто классно. У меня там были такие вот перышки. Я была такая модная. И еще вот тут у меня какие-то были перышки, такие маленькие. Но я была очень красивая вообще. Просто принцесса на миллион. Второй выход у нас был в... Я пела еще в придачу в каком-то украинском костюме. Пела песни, по-моему, Алины Гроссу, Батькивщина. Что такое? Ну, в общем, была такая. Когда я была в училище, и меня позвали, я не хотела очень долго участвовать. Говорила, нет, я уже взрослая, не хочу, не буду. И когда я вышла на первый выход на сцену, и я увидела просто пол зала в плакатах с моими фотографиями, своими именами. И просто люди все... Мои одногруппники, не мои одногруппники, просто все орут, меня поддерживают. Выхожу очень такая серьезная, сосредоточенная. И когда я слышу этот ор, я вообще просто улыбаюсь. Все три цены. Это вообще поддержка, это всегда очень классно. Да, и когда я стояла уже, у нас осталось две девочки. И тут я слышу ее имя. И в зал просто настолько взрывается. Я сейчас просто вспоминаю. У меня аж мурашки. Но это было вообще просто невероятно. Такие все были классные. И тогда вот я поняла, что как важно все-таки быть в окружении хороших людей, а не вот таких вот завистливых, которые вообще даже просто чисто вежливо не скажут, о, мы на тебя очень рады. Нет, даже чисто вежливо они вам не скажут никогда. Кстати, вот когда ты участвуешь в конкурсе, у тебя поддержка, просто зал реально разрывается. Это так заряжает. И ты еще больше уверен в себе, оно как-то заряжает тебя. И просто, я даже не могу, я говорю, что у меня мурашки хотела. Что друзья, которые смотрят, всегда приходите, поддерживайте своих друзей. Когда вы действительно чувствуете, что у вас есть друзья, семья, которые вас поддерживают. Очень сложно идти куда-то в одиночку. У меня еще был опыт. После того, как я выиграла в конкурсе, меня позвали в жюри. И когда ты уже стояла по ту сторону. Насколько сложно оценивать ребят? Ну, это правда сложно, потому что, когда перед тобой просто десятки красивых девочек, которых надо оценить еще и правильно, чтобы не ошибиться ни в коем. Я в прошлом году тоже впервые сидела. Когда ты смотришь, все равно видно, что там некоторые ребята переживают. Поэтому не волнуйтесь, на сцене это очень сильно видно. На себя берешь какие-то сморщики. И тоже, когда ставишь оценки и понимаешь, что кто-то победит, кто-то сегодня не получит главный приз. Начинаешь переживать, потому что некоторые ребята, они все-все стараются, все расстраиваются. Они надеются, что они там победят или там займутся самые высокие какие-то места. Вообще хочется всем самые высокие места раздать, потому что они всегда трудились, они занимались. Всегда это долгие тренировки. Ну, это очень сложно. На себе, поняла. Больше вот ваша харизма влияет. Потому что именно за красоту и там, например, за ваши какие-то способности за три минуты сложно разглядеть. Потому что все красивые, все талантливые, все очень красиво одеты. А вот когда вы идете, и от вас прям какая-то такая энергетика, пул-пул-пул, тогда это вообще раздевает. Если еще ты чем-то запомнишься, какую-то свою фишку сделаешь. У тебя есть какая-то фишка? Ну, блин, я не знаю. Я всегда, вот у меня есть такая маленькая фишечка, которую я не знаю, видно ли со сцены. Но я думаю, потому что когда я иду, вот, и когда я подхожу, я там смотрю на какого-то юри, вот точно я нахожу его лицо, и я там могу подмигнуть там или как-то. И вот это моя фишка. Я так делаю на каждом конкурсе. И я, может быть, это кто-то и заметила, я надеюсь. Но на самом деле это очень сложно смотреть в зал, потому что тебе отсвечивает свет, ты вообще никого не видишь. Вот я никогда никого не вижу. И я не вижу никого. Вот этот свет, я просто вижу свет и темноту вот там вот дальше. То есть разглядеть кого-то со сцены очень сложно. Ну, на самом деле это даже облегчает. Просто звук слышать тоже хватает. Прямо идем, прямо смотрим, никого в зале не ищем. Какие у тебя планы вот в дальнейшем? Ты бы хотела, в принципе, развиваться как модель? Конечно. Какие у тебя вот цели, планы, может быть, чуть-чуть нам поделись? Что бы ты хотела? Первая цель, конечно, основная, откуда уже все и пойдет, это, конечно же, немножко подрасти. Ну, тебе чуть-чуть осталось, пару сантиметров буквально. Да, вот. И, конечно же, не буду все раскрывать, но на контракт, конечно же, хочется полететь. Вот, в Европу, конечно, но по моему типажу Азия, привет. Я уверена на 100%, что у тебя точно все получится. Спасибо. И, ну, зная просто опыт Дарины, зная, сколько она уже отработала здесь работ, какие у нее были классные съемки, и какая она старательная. Я уверена, что вообще все точно произойдет, как вот Дарина уже себе там запланировала. Но хотеть мало, надо что-то делать. Да, поэтому трудитесь. Мы с Дариной не прощаемся, у нас еще запланировано несколько интересных для вас видео. Я очень благодарна, что ты сегодня к нам зашла. Спасибо большое. Мы хотим вам пожелать, чтобы вы тоже не боялись своих мечт, двигались только вперед, не обращали внимания к тому, что говорит, потому что два человека точно всегда вас поддерживают. Это будем мы с Дариной. Мы всегда за ваши мечты, всегда за ваши цели, и не бойтесь. Можете даже нам сообщение писать. В комментариях пишите. Да, и мы будем вас поддерживать. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.